Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Никита Потипалов и в начале выпуска коротко о главных его темах. Не нравятся пельмени 15 суток. Жители Читы арестовали за непристойные высказывания о качестве еды в Южно-Сахалинском кафе. Сам лично бы я сделал их пельмени. Они как бы, ну, в чем-то засомневались. Срабатывает кнопка «Вызов» ведет на пульт охраннику, и охранник выходит на помощь данному человеку помочь подняться. Еще 15 сахалинских больниц адаптировали для островных инвалидов. Места столько, хоть танцуй, в Макаровском районе открыли современное овощехранилище. Не на вызов, а на парад. Множество машин коммунальных служб на площади Победы – не катастрофа в сфере ЖКХ, а всероссийская акция. Можно говорить смело, что сейчас достаточно того объема, того арсенала, который у нас сейчас есть. В Сахалинской области больше не будут вести работы по благоустройству в осенне-зимний период. Эту практику раскритиковал губернатор Олег Кожемяка на видеоконференции с главами районов области. Причиной недовольства стала по факту проваленная в некоторых районах кампания по ремонту дворов. При том, что деньги областным бюджетом были выделены немаленькие. По всем заявкам на 2016 год почти 1,7 миллиарда рублей. На эти средства должны были отстроить 420 дворов. Муниципалы смогли справиться только с половиной объектов. В теплый бесснежный период работы продолжаются до сих пор, что неизбежно должно сказаться на качестве ремонтов. По факту освоение денег там 700 с лишним миллионов, 48 процентов, 243 два раздела, остальные находятся в той или иной степени ремонта. Но мне мало понятно, чем тогда занимается администрация, если такую простую элементарную работу, первоочередную работу, она не может у себя в муниципальном образовании организовать. Впредь для того, чтобы обеспечить качество ремонтов и их выполнение в срок, областные деньги по заявкам будут выделяться только при наличии проектно-сметной документации, которая прошла через все контролирующие органы. А допустимый срок исполнения работ будет ограничен 1 сентября. Губернатор также поручил районным руководителям заканчивать все конкурсные процедуры уже в мае и привлекать к работе как можно большее число подрядчиков, чтобы завершить благоустройство за три летних месяца. Сахалинские медучреждения продолжают работу по программе «Доступная среда». Она призвана сделать удобной жизнь островитян с ограниченными возможностями здоровья. Для них в этом году более удобными стали еще 15 больниц. Сегодня путь от крыльца до кабинета врача для пациентов районной больницы Долинска упрощен по максимуму. В первую очередь для тех, кому такой путь дается, гораздо сложнее, чем здоровым людям. На входе в ЦРБ установили кнопку вызова. Охранник принимает сигнал и помогает пациенту. Особое внимание в больнице уделили первому этажу. Здесь расположены основные медицинские кабинеты. В Долинском районе инвалиды по зрению являются самой большей группой категорий, если сравнивать с глухими и слабослышащими лицами. Поэтому, конечно, упор делается на слабовидящих людей для того, чтобы ориентировались. Новые подъемники, пандусы, перила и тактильные таблички для слабовидящих больницы установили в рамках областной программы «Доступная среда». Пациенты из Долинска не единственные, кто оценил новые возможности учреждения. Более удобными для сахалинцев станут медучреждения в Паранайском, Углегорском и других районах острова. Раньше было совсем не так. А вот сейчас, когда я пришла, совсем по-другому. Не то, что там поручни в ванной, вдоль стенки поручни. Сколько я здесь нахожусь, допустим, пользуются, ходят тяжело больные, держатся за перила эти. Я вот так берусь и потихоньку иду, иду, иду вот так вот. Туда дохожу, куда нам надо. Многие идут, кто тяжелый такой, а дойти надо. Некоторые с палочкой, а некоторые вот так держатся. Обеспечить свободный доступ во все островные медицинские учреждения – задача, которая должна быть выполнена до 2020 года. Сегодня в области уже частично оснащены более 200 больниц и поликлиник. В этом году на адаптацию 15 учреждений из областного и федерального бюджета выделили более 60 миллионов рублей. Мы не говорим о полной доступности, мы говорим об условной полисе. Где-то частично проведены мероприятия для маломобильных групп населения, где-то проведены мероприятия для людей с пониженным уровнем зрения, слуха. Но в комплексе, конечно, еще говорить о том, что они полностью, 100% доступны, наше учреждение говорить рано. Кроме этого, программа «Доступная среда» позволит усовершенствовать не только медицинские здания, но и объекты культуры, спорта и образования. Современное овощехранилище открылось в Макаровском районе. Оно сможет вместить 2000 тонн сельскохозяйственной продукции. В Селеновом побывала Анастасия Жукова. Это грандиозное событие для села Новое и всего Макаровского района. Современное овощехранилище – первое, что появилось здесь для фермеров за последние четверть века. В специально оборудованных помещениях можно хранить 1200 тонн картофеля и до 800 тонн других овощей. Места хватит и для владельцев здания, сельхозкомпании «Новое», и для других хозяйств. Гражданин может заложить свою продукцию и по выходу получить ее, то есть когда ему необходимо, будет соответствовать договор нашим отношениям. И может ее продать на корню. То есть при сборке урожая можно посмотреть, какая будет рыночная цена на тот момент, и можем мы его приобрести. Таким образом будет создаваться определенная кооперация и получится дополнительный новый импульс для развития сельского хозяйства в Макаровском районе. Пока склады не заполнены полностью, здесь в буквальном смысле можно танцевать. Это не только демонстрирует размах, но и помогает согреться. В овощехранилище создан специальный прохладный микроклимат. Картофель, капуста, морковь и свекла будут храниться отдельно, так как у каждого овоща свои предпочтения в температуре и влажности. За показателями оборудование следит в автоматическом режиме. В следующем году это позволит сохранить почти весь урожай макаровских фермеров. Сохранение урожая от его закладки до нового урожая – это проблема. И эта проблема, в принципе, она не только у фермеров. Он не может сохранить свой урожай, но в летние месяцы никак, потому что температура поднимается, соответственно, картофель начинает расти, и все, его нужно уже убирать. Здание обошлось в 115 миллионов рублей. Почти половину суммы в качестве субсидии выделил областной бюджет. За последние пять лет в регионе построили уже восемь новых овощехранилищ. В ближайшее время появятся еще три – в Тамаринском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске. Южно-Сахалинские работники ЖКХ гордо вышли на улицы города, чтобы показать свои рабочие машины. Дефиле 24 единиц техники на Площади Победы – это всероссийская акция «Парад коммунальной техники». Совершенно новые, а также проверенные временем и оттого надежные. От российского и белорусского производства и до японских машин. Фронтальные погрузчики, грейдеры, комбинированные дорожные машины и многое другое. Это первый парад коммунальной техники. Так Сахалин присоединился к акции, которая стартовала по всей России. Парад проходит под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Везде к идее подходят по-разному. Сахалинцы решили размахнуться, провели масштабный смотр спецтехники. Никогда ничего не бывает много, но можно говорить смело, что сейчас достаточно того объема, того арсенала, который у нас сейчас есть. И по линии автомобильной техники, и по линии инструментов и специализированных направлений. У нас всего достаточно для того, чтобы качественно на должном уровне своевременно реагировать на те ситуации, которые нам преподносит погода на Сахалине. И чтобы обеспечивать, еще раз повторюсь, безопасные и комфортные условия проживания граждан. Показать горожанам свою технику решили два крупнейших муниципальных предприятия. Управление городским дорожным хозяйством и завод строительных материалов имени Федотова. Оба предприятия задействованы в содержании уличной дорожной сети и внутриквартальных проездов. Одна из последних новинок автопарка городского хозяйства «Амкадор-211» – компактный, небольших размеров погрузчик белорусского производства. Уникальный по своим особенностям – эта техника с легкостью превращается в уличный пылесос или снегоуборочную машину со шнекоротором. Да, все комфортно, все четко, отзывается техника нормально, гидравлика работает как надо. То есть развороты, все, и скорость, в принципе, позволяет работать в подворах. Без на руля, джойстики? Да, джойстики. И одна педаль газа. Больше, в принципе, здесь ничего не надо. В прошлом году автопарк южно-сахалинских коммунальщиков пополнился на 118 спецавтомобилей. К концу года городское хозяйство увеличится еще на 6 единиц коммунальной техники. Это автомобили также различных модификаций и работающих исключительно на газе. Чаще сообщать о фактах коррупции просят сахалинцев. При администрации областного центра работает отдел профилактики подобных правонарушений. Правда, пока работы немного. За последние 4 месяца туда поступило всего одно обращение. Работу по борьбе с коррупцией в администрации Южно-Сахалинска усилил отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений. В круг задач входит организация работы комиссии по соблюдению требований служебного поведения, совета по противодействию коррупции при администрации города, а также работа с муниципальными служащими, вопросы урегулирования конфликта интересов, регулярное проведение проверок достоверности сведений о доходах чиновников, а также их анализ. Это позволяет выявить, например, факты приобретения служащими имущества, стоимость которого значительно выше их дохода, либо факты скрытия прибыли. С начала 2016 года проведено 19 проверок по факту предоставления недостоверных сведений о доходах. В 16 случаях они подтвердились. Пять муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечаний. Мы стараемся довести до сведения всех муниципальных служащих информацию по выявленным нарушениям, о принятых мерах, чтобы работники администрации осознавали всю ответственность и неотвратимость наступления наказания в случае допущенных нарушений. Отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений. Слушаю вас. Работает в отделе и телефон горячей линии, куда можно сообщить о том, что вы столкнулись с коррупцией. Правда, в этом году поступило только одно обращение, которое в итоге не подтвердилось. В администрации отмечают, что отсутствие обращения от горожан вовсе не значит, что факты коррупционных нарушений полностью отсутствуют. В следующем году планируется провести социологический опрос на тему коррупционных нарушений. По нашему мнению, этот социологический опрос покажет нам, в каких структурных подразделениях, а также в отраслевых и функциональных органах администрации города Южно-Сахалинска допускается больше нарушений, что, соответственно, повлечет с нашей стороны более пристальное внимание к этим подразделениям и проведение в них проверки и в целом анализы их деятельности. Подробнее ознакомиться с программой по противодействию коррупции, изучить памятки о том, как противостоять коррупции, что делать, если у вас вымогают взятку, а также оставить обращение можно на официальном сайте администрации в разделе противодействия коррупции. Телефон горячей линии сейчас на ваших экранах. Между вокзалом и аэропортом Южно-Сахалинска с 1 декабря начнет курсировать «Экспресс». Пассажирская компания «Сахалин» приобрела новый автобус. Он рассчитан на 8 мест, а также оборудован багажным отсеком. До 1 февраля «Экспресс» будет осуществлять перевозку бесплатно. Достаточно только предъявить билет. За это время руководство компании намерено определить востребованность трансфера у пассажиров, а кроме того, все же установить фиксированную оплату за проезд. Были дополнительные нарекания от пассажиров, от гостей города. Не совсем удобное расположение по остановкам общественного транспорта. Люди с багажом. И компания приняла волевое решение об организации данного трансфера. Далее в эфире рубрика «Точка отсчета». Местные собаки до сих пор не могут отойти от увиденного. На их глазах СНТ «Пищевик» посетила сразу два медведя. Они обошли дома, но никого не тронули. Очевидно, были сытыми. Дачница Людмила Афанасьевна сначала перепутала косолапых с людьми без определенного места жительства. Однако потом заподозрила неладное. Слишком странно себя вели незваные гости. Порылся там, следы оставил за собой, такие пятерни. Прошел сквозь теплицу. Полежал, вернее, под яблоньками этими. Сквозь теплицу прошел. И вот его следы дальше уходят в лес мимо сарая. Затем охотоведы проверили, куда уводят следы медведей. Выяснилось, что косолапы ушли далеко в лес. Скорее всего, СНТ-шатоны использовали лишь как перевалочный пункт. Супермаркет Островной, покупатель один что-то приуныл. Еще один незваный гость дал себя обнаружить в центре Южно-Сахалинска, в супермаркете. Как объяснили в администрации Островного, это первый и последний случай в истории магазина. Убегай, братан, убегай, убегай, убегай. Убегай, убегай. Да, убегай. Все, не убежал. Ну, вот видите, как бы сервис, нормально. А вот житель Читы сервис и еду в одном из сахалинских кафе не оценил. Мужчина заказал тарелку пельменей и, по словам работниц, съел все до последней крошки. Однако затем он решил, что блюдо оказалось недостаточно вкусным. Отчаянный посетитель начал нецензурно выражаться и рваться на кухню. Хотите, я вам приготовлю пельмени, которые я сам лично сделаю? Сам лично бы я сделал ваши и их пельмени. Они как бы, ну, в чем-то засомневались, как бы. И потом приехала милиция. Меня повязали. Напуганные работницы кафе вызвали полицию. Из-за этого житель Читы опоздал на самолет примерно на 15 суток. Пожар вспыхнул на улице Пирогова в СНТ «Медик». Пламя объяло сразу два строения – дом и баню. Соседи вызвали пожарных. Через несколько минут после этого в горящем доме взорвались два баллона с газом. Через 10 минут после звонка на место прибыли два пожарных расчета. Буквально вот они подъехали, забежали, начали уже как бы первую помощь такую оказывать. Воротины сломать пришлось, потому что, ну, электрический механизм, блокированный все. Как бы нормально. Хорошо, что здесь животных нету и детей там, может, мало ли там. Всякая разная была. Распространение огня на соседние здания удалось избежать. В чем причина возгорания, еще предстоит выяснить специалистам. Три ребра сломали новорожденному ребенку в роддоме Южно-Сахалинска. Ребенка вытащили, положили мне на живот. Ребенок не дышал. Ну, наверное, поняли, что действия надо какие-то делать. Забирают, ложат на стол и начинают реанимировать. Конечно, скажу честно, я не видела, как реанимировали, потому что это все как бы закрывают спинами. Ну, то есть понятно, да, это не должно видеть. Я только единственное просила спасить ее. Сейчас девочка медленно, но верно идет на поправку. Однако пока неизвестно, как эта травма отразится на здоровье ребенка в дальнейшем. В роддоме проводится служебная проверка. Мама младенца намерена обратиться в суд. Смерть, женские обиды и чистящее средство пушистик. Двое южно-сахалинских бездомных пришли в гости к знакомой женщине и начали распивать пушистик. Вместе с ними находился сосед их подруги. В ходе застолья женщина пожаловалась своим друзьям на соседа. Тот, когда выпьет, обижает ее. На что подозреваемые стали наносить множественные удары руками и ногами по различным частям тела мужчины. После того, как потерпевший перестал оказывать сопротивление, они вынесли тело в его квартиру и оставили там. А сами вернулись и продолжили употреблять средства. Труп мужчина обнаружил на следующий день сосед. Оба подозреваемых уже были ранее судимы. Двое молодых музыкантов из Японии выступили в Сахалинском колледже искусств. Юные исполнители несколько лет стажируются в Московской консерватории. Там они познакомились с нынешним генконсулом страны восходящего солнца на Сахалине. Камерный концерт фортепианной музыки – именно его идея. Знакомьтесь, Хиро Сато и Сачика Это. Японских гостей можно смело назвать немного русскими музыкантами. Последние годы ребята стажируются при Московской консерватории, поэтому в программе камерного концерта Рахманинов и Прокофьев. История этой поездки тоже началась в Москве, благодаря нынешнему генконсулу Японии в Южно-Сахалинске и его страсти к фортепианной музыке. Рюча Хирано и сам выступил за роялем. В субботу и воскресенье есть достаточно время. И я... да, тогда я начал играть на фортепиано там, в Москве, пять лет назад. Увлечение выходного дня переросло во множество знакомств в Московской консерватории. И дипломат, заступая на службу в Южно-Сахалинске, решил привести свою страсть с собой. Одна из идей – показать людям на собственном примере, что можно взяться за хобби, о котором мечтал уже давно в любом возрасте. Другая мысль – показать богатство современной культуры Японии, где фортепианная музыка стоит далеко не на последнем месте. Знакомые консула, молодые японские музыканты с радостью откликнулись. Конечно, после такого длинного перелета из Москвы очень хочется спать. И, увы, я не скажу, что мы сыграли идеально, но выложились по полной. И публика нас принимает очень благосклонно. Этот концерт можно назвать лишь пробным шаром для дальнейшего культурного сотрудничества и даже обменов музыкантами. По японской традиции, поскольку гости из страны восходящего солнца побывали в Южно-Сахалинске, теперь черед островных музыкантов. Кенконсул уже планирует организовать визит сахалинской делегации на Хоккайдо. Юная Сахалинка представит островной регион на кастинге шоу «Танцы на ТНТ». Участвовать в интернет-отборе 12-летнюю Машу Морозову уговорила сестра, так как школьница около 4 лет занимается в студии брейк-данса. Тренер Владислав Квон подхватил эту идею. За несколько дней они поставили номер, записали его на видео и отправили организаторам. Теперь девочка ждет приглашения. Я хочу занять первое место. Деньги, которые я выиграю, я на них планирую съездить в Японию. Хочу осуществить свою мечту. Я думаю, что плюс ее танцевальность, плюс ее танцевальность и, наверное, ее обаяние. Это, наверное, самое главное для танцевала. Кастинг-шоу стартует 10 декабря в Москве. У юных участников будет возможность танцевать с лучшими финалистами проекта предыдущих сезонов. И на этом у меня все. Эти и другие новости найдете на сайте СТВ.ру. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok